Алексей Редунов продолжает «Искорта под дизерном». Интересно, название продолжает «Искорта под дизерном». Всем привет! Максим рассказал по большей части теоретические основы прогрессивных приложений. Когда-то несколько лет назад я обратился к Максиму с просьбой решить вопрос, делать ли мне прогрессивные приложения или делать нативные. Я очень боялся делать прогрессивные приложения, потому что не все тогда в те времена было так гладко, как сейчас. Но Максим сказал «Никого не слушай, делай прогрессивные приложения» и в общем получилось то, что получилось. Я очень часто в интернете вижу холивары по поводу того, стоит ли делать нативные приложения или гибридные. Технологий для создания гибридных приложений целое множество. Значки вам, скорее всего, более чем знакомы. Но для стартапа, такой компании, как мы, выбор вообще на самом деле очевиден. Потому что если мы разрабатываем гибридное веб-приложение, нам нужен всего, по сути, один тип разработчиков, это веб-разработчики. Если же мы разрабатываем нативные приложения, то нам нужно иметь в штате, как минимум, если сейчас мы рассматриваем две крупные платформы, это Android iOS, то нам нужно иметь Android-разработчиков и iOS-разработчиков. И самое интересное, что только на разработке дело не останавливается. Нужно дальше поддерживать. То есть нужно иметь в штате этих людей. И, соответственно, делая гибридные либо прогрессивные приложения, мы экономим деньги. То есть это как бы польза для бизнеса. Плюс, помимо того, что просто есть какие-то прагматичные денежные вещи, нужно иметь в виду, что вообще, в принципе, круто, когда у нас в архитектуре присутствует только один язык программирования на клиенте на бэк-энде. Человек может увидеть какой-то баг на бэке, с фронта и что-то там поправить. И вообще, в принципе, JavaScript-разработчик становится более востребованным на рынке. Посмотрим, каким веб был раньше. Он был теплым, ламповым, и вообще, в принципе, ограниченным. Но тот веб, который мы имеем сейчас, это совершенно другой веб. У нас имеется целая куча различных API, которыми мы можем взаимодействовать. Нужно признать, что веб — это платформа, причем самая большая. Если мы посмотрим количество аудиторий пользователей, которые пользуются мобильным приложением, бесплатными приложениями, сравнимых с теми пользователями, количеством пользователей, которые пользуются вебом, это будет прям многократно больше. Раньше веб — это был набор каких-то отформатированных страничек. Сейчас же веб — это набор, по сути, приложений. Нужно перестать относиться к вебу как набора отформатированных страничек, а воспринимать его как набор именно приложений. И такие приложения называются прогрессивные приложения PWA. Но я называю их PWA, как клей. По сути, как уже сказал Максим, действительно приложения, прогрессивные приложения, они действительно кроссплатформенные. То есть они будут работать, в принципе, на любых устройствах, на которых есть экран. Будь то телевизор, навигатор, часы, даже умное зеркало, допустим, Samsung недавно представила. Везде, где, в принципе, у нас есть браузер и какой-то дисплей, будут работать эти приложения. Это очень круто на самом деле. Также, допустим, они будут работать в шлемах виртуальной реальности. То есть это новая развивающаяся, в принципе, сфера, которая, в принципе, в ближайшие несколько лет будет оценена в огромное количество миллиардов долларов. У нас продолжаются различные производители браузеров продолжать экспериментировать вообще, в принципе, с веб-приложениями, более глубоко встраивая их в операционную систему. Так, например, разработчики Google Chrome представили концепцию, которая называется WPPK. Когда Максим сказал, что у нас, в принципе, прогрессивные его приложения не требуют, чтобы мы заходили в Store, на самом деле есть некий нюанс. Допустим, разработчики Google Chrome, когда мы добавляем приложение на главный экран, отправляют наш манифест нашего приложения в Google Play, и оттуда нам возвращается маленький APK-файл весом где-то в 100-150 килобайт, который нам позволяет более глубоко интегрироваться в операционную систему. Выглядит это примерно так. То есть мы добавляем какой-то наш… у нас появляется баннер. В этом баннере мы нажимаем добавить на главный экран. В этот момент у нас в фоне произошла установка. Мы нажимаем открыть. Оно у нас открывается без адресной строки. То есть выглядит оно, в принципе, как нативное. И если мы посмотрим, то оно действительно установило систему. У него даже присутствовалась версия. И оно запускается. В следующий раз, когда мы будем посещать эту страницу, оно нам, в принципе, предложит открыть установленное, как раз-таки, прогрессивное веб-приложение. Помимо того, что есть несколько формулировок как раз-таки прогрессивных веб-приложений, когда люди говорят про прогрессивные веб-приложения, они по большей части упоминают, что как раз-таки можно добавить его на главный экран, что оно будет работать без доступа к интернету, и что оно будет как-то взаимодействовать с пользователем еще посредством пуш-уведомлений. Но на самом деле самая главная фича прогрессивных веб-приложений – это более глубокая интеграция операционной системы к аппаратным возможностям. Существует сайт WhatWebCanDoToday, то есть что веб может делать сегодня, на котором, по сути, это тест, вы можете открыть, перейти по этому адресу, открыть его в вашем браузере, оно протестирует, какие фичи аппаратные или современные API поддерживает именно ваш браузер, в котором оно открыто. Это может быть доступ к Bluetooth, USB, NFC, допустим, или асинхронное копирование и чтение запись буфера обмена и так далее. Мы разрабатываем, я очень не люблю доклады, в которых, допустим, рассказываются про какие-то волшебные технологии, нет никаких проблем. Тем самым, например, пишет компания Google, то есть я уже один раз купился на одну из технологий Google, и потому что все рассказывалось в презентации волшебной радужной, на самом деле везде есть проблемы. И мы при разработке, в принципе, нашего приложения столкнулись с одной проблемой. Эта проблема называется Standalone Mode, как раз-таки тот режим, в котором у нас нет адресной строки. В чем заключается проблема? Что на самом деле, когда мы рассматриваем веб, это очень круто, когда у нас есть адресная строка, потому что каждая страница у нас имеет какой-то свой внутренний URL. Допустим, у нас есть некий магазин приложений, и в этом магазине приложений, или, допустим, одежды, мы можем на любой товар просто скопировать ссылку, если у нас правильно, конечно, построен роутинг, и поделиться им с другом. А в натехных приложениях, если в такой возможности скопировать конкретный URL нет, нам приходится рассказывать вам путь, как ему добраться до этого товара. Мы столкнулись вообще, в принципе, про наше приложение. Понятное дело, что по правилам проведения конференции не стоит рекламировать там приложение, рассказывать вообще, в принципе, о чем. Но, чтобы вы понимали, мы сделали что-то вроде Uber для зерноперевозок, для зерновозов. Это такое приложение, в котором у нас есть карты и список. Одни люди размещают объявление о том, что нужно перевезти зерно либо какую-то сельскохозяйственную продукцию. Другие могут это объявление найти, откликнуться, у них сформируется поездка. И человек может посмотреть, где едет машина с его грузом. Соответственно, геолокация берется из аппаратного геолокейшена API браузера. Но мы здесь столкнулись с такой проблемой, что когда мы находимся в стендалон-моде, если мы у человека, у водителя спросили доступ к геолокации, и вначале он сказал нет, то потом, чтобы ему изменить свой путь, нужно объяснить ему, что он, на самом деле, наше приложение находится в браузере. Ему нужно идти в браузер, в настройки. А у всех браузеров разные, настройки, соответственно, разные. И там менять. То есть это, на самом деле, большая колоссальная проблема. У хрома, допустим, можно щелкнуть по значку замочка, где около HTTPS появится выпадающая менюшка с различными нашими пермишенами. Но, признайтесь честно, кто об этом знает? Единица. Не единица. Поэтому мы связались, в принципе, с разработчиками хрома, которые нам подсказали решение этой проблемы. То есть, когда у нас запущено приложение в стендалон моде, у нас появляется такой persistent notification, постоянно висящий, в котором у нас есть контекстное меню, в котором у нас есть поиск по странице, скопировать URL, поделиться им и так далее. Это, в принципе, очень полезно. Потому что, кстати, имея прогрессивное веб-приложение, вы имеете, кстати, такую классную фичу, как скопировать текст из любого места, потому что это же веб. Другая проблема, с которой мы столкнулись, это как раз-таки, как люди будут находить ваше приложение. И background geolocation. То есть, нам нужно было считывать, если водитель едет где-то на трассе, нам нужно было считывать геолокацию в фоновом режиме, если у него выключен экран. Вообще, касаясь первой проблемы, прогрессивных веб-приложений в мире достаточно много. В России их где-то порядка 5-7-10. То есть, те, которые не просто могут добавить на главный экран, а которые работают с оффлайн-режимом и так далее. Это слайд довольно старый. Это с прошлого Chrome Dev Summit. Сейчас картина, скорее всего, другая. Где-то там в России, помимо AutoMail.ru и Aviasales, должен быть и наше приложение, где зерно. Но прогрессивные веб-приложения хороши как раз тем, что они помогают избежать монополии. Существуют свои стора конкретно для прогрессивных веб-приложений. К сожалению, они не настолько популярны, никто практически о них не знает, но они существуют. Сам факт того, что они существуют, уже плюс. Есть даже целые платформы операционной системы, допустим, Kios со своим Kios Store, для развивающихся рынков, которые построили всю свою операционную систему на основе этих прогрессивных веб-приложений. Так, большое движение в этом направлении сделала компания Microsoft. Оно, в принципе, понятно, потому что платформа, вообще, Windows Store для мобильного, допустим, умирает. И они решили тем самым восполнить малое количество приложений под эту платформу путем поддержки прогрессивных веб-приложений. Да, было сказано, что прогрессивные веб-приложения не требуют того, чтобы их установили, чтобы их паковали в Cardovo. Но никто ведь и не запрещает. Таким путем пошли мы. То есть, background geolocation вообще, в принципе, в вебе не работает. То есть, геолокация не работает в сервис-воркерах, в веб-воркерах. Она работает только в foreground. Если вы, допустим, сошли с этой вкладкой, она работает где-то еще 3 секунды, и все. Поэтому надо было как-то эту проблему решать. Второй момент, который как раз-таки позволяет решить Cardovo, это как раз-таки стороны. Люди привыкли искать прогрессивные веб-приложения там, где они их обычно ищут. Вообще, в принципе, приложения, там они могут искать и прогрессивные веб-приложения. Ходят слухи, что рано или поздно Google Play добавят, в принципе, в свой Store прогрессивные веб-приложения, как это делает Microsoft. Но все это пока что на уровне слухов. Если веб, как я уже сказал, платформа, то где мой SDK? Потому что у разработчиков, допустим, нативных, у них есть какие-то готовые кнопки, какие-то готовые компоненты для связи с базой данных. У разработчика веба ничего этого нет. То есть он довольствуется только тем, что ему приходится разрабатывать абсолютно все с нуля. Существует куча разных инструментов, фреймворков. Все это довольно сложно стыкуется. Приходится разрабатывать различные подходы для стыковки всего этого. И это на самом деле нехорошо. Это ставит разработчиков на уровень ниже тех нативных разработчиков, которые довольствуются, в принципе, всем готовым. В общем-то, проблема решена. Когда мы говорим про прогрессивные приложения, то тут, по сути, мы имеем дело с двумя вещами. Первый — это как раз-таки манифест. Это такой JSON-файлчик, к которому у нас указано название нашего приложения, которое пойдет в иконку, какие-то там поддерживаемые языки, сами иконки, возможно, ссылка даже на нативное приложение. Это все стандартно. В принципе, не стоит на этом заострять внимание. Когда мы открываем наше приложение, у нас как раз-таки появляется такой вот сплэш-скрин, который пользуется информацией, описанной в этом JSON-файле. Вторая вещь, базовая, — это сервис-воркеры. Сервис-воркеры, для тех, кто не знает, — это JavaScript, работающий в фоновом режиме. Даже когда ваше приложение закрыто, он просто продолжает работать в браузе. Это нам позволяет получать пишу уведомлений и так далее. Регистрируются они стандартным. Это обычно рутинный код, который мы каждый раз оставляем страницу. Сами сервис-воркеры, как уже сказал Максим, писать руками — не самое приятное занятие. Оно, в принципе, несложно, но есть в своей тонкости и нюансе. Поэтому существует инструмент, называется Warbox. В нем, в принципе, возможно реализовать какие-то сложные вещи. Например, нам требовалось для нашего проекта, чтобы, так как у нас, кстати, веб-приложение, мы можем, допустим, подключить Google Аналитику, Яндекс.Метрику с веб-визором и смотреть. Мне бы интересно было смотреть, как ведут себя пользователи нашего приложения, когда они находятся оффлайн. То есть, допустим, веб-визор отправляет какие-то пост-запросы, но если мы, допустим, находимся не онлайн, а эти пост-запросы уходят никуда, теряются. Поэтому, допустим, в Warbox можно буквально в три строчки указать регулярное выражение, сказать, по какому адресу сохранять эти пост-запросы, и когда появится интернет, он их все реплицирует. Любой веб-разработчик, по сути своей, работает с HTML, JavaScript и CSS. Мы все привыкли видеть такую вот разметку, это HTML, это декларативный подход. То же самое, допустим, вставить input на императивном, то есть так, как мы привыкли на JavaScript, будет значительно больше кода. Это три строчки более сложного кода по сравнению с одной строчкой простого кода. Спросите любых ваших знакомых, и они скажут, что, кто не считает себя программистом, они скажут, что они хотя бы раз в жизни либо писали HTML, либо смогут все равно написать какой-то кусок HTML-кода. Это здорово, потому что они работают, по сути, декларативность нам позволяет сказать, что нам нужно, не говоря, как это сделать. Мы просто командуем, и что-то происходит. Большое движение в этом направлении сделал HTML5, подарив нам семантические теги. То есть мы можем вставить, допустим, видео или аудио тег, у нас формируется какой-то плеер со своим набором кнопочек play, pause, stop и так далее, которых мы даже не знаем, как они реализованы. Они все зашиты в браузере. Но что, если вы хотите сделать свои собственные теги? Которых нет в стандартном наборе HTML5. И тогда нам на помощь приходит такая спецификация, набор спецификаций, называющийся веб-компоненты. Веб-компоненты — это набор из четырех, на самом деле уже из пяти, но одна из них HTML-инперс будет деприкейтед в скором времени. Спецификации. Все они являются именно нативными, поддерживаются в браузерах и являются именно стандартным консорциумом всемирного каутины. Что стоит как раз-таки сказать про платформу, что веб — это именно платформа, она еще и, помимо того, что она самая большая, она еще и самая стандартизированная. Для тех браузеров, которые не поддерживают веб-компоненты, какие-то определенные спецификации из веб-компонентов, существуют полифилы. Весят они очень мало и грузятся они. Сначала проверяют, умеет ли браузер такую-то спецификацию. Если умеет, тогда их грузит. Если нет, то не грузит. Интересное событие произойдет буквально скоро. 23 октября Firefox добавит поддержку Shadow DOM и Custom Elements. То есть веб-компоненты в Firefox у нас будут поддерживаться нативно, без всяких полифилов. Другое интересное событие состоится чуть позже, в марте следующего года. Chrome заявил о том, что он будет html-импорт, а не деприкейт. По сути веб-компоненты как раз-таки тот код, который нам вставляет по сути гугловскую карту и ютубовский плеер. Все вы помните, когда вы, допустим, копировали какой-то фрагмент кода div с гугловской карты, читали документацию. Веб-компоненты позволяют просто ставить в размерку какой-то тег, указать ему все через атрибут, его сконфигурировать, и все. То есть мы подключаем полифилы, импортируем сами веб-компоненты и далее их используем как обычные теги. Вот так выглядит примерно геолокация. Так, как мы с ней привыкли работать. То есть мы его можем сконфигурировать. У нас есть callback, соответственно, успех-неуспех, а мы там что-то делаем. За то же количество строчек на веб-компонентах я могу получить непрерывную геолокацию, то есть которая будет следить за моим местоположением и активно сообщать эти данные, установить гугловскую карту, вставить в нее маркер акцентровать карту и поставить маркер в это положение, в мое текущее, за то же количество строк. Интересное событие связано с веб-компонентами. Это переход как раз-таки, я сказал, что html-импорс будут деприкейтед в честь ES-модуля. То есть теперь, если раньше веб-компоненты, вы обратите внимание, что мы их импортировали, это были кусочки html-файла, все было описано в html-файлу, теперь это все пишется в JS-файле. Принцип остался тот же самый. Но нам это дает очень колоссальное преимущество, динамические импорты. То есть мы можем понять, установился, импортировался или не импортировался наш компонент, и соответственно от этого разваливать какую-то логику. Это очень важно, если вы создаете прогрессивное приложение, и вот звучал вопрос, как сделать так, чтобы оно было быстродействующим, то есть такой принцип, называется prpl-паттерн. То есть нам нужно, мы скорее всего будем использовать HTTP 2 сервера, что рекомендуется в принципе в 2018 году. Наша задача, как можно быстрее доставить на клиент какие-то критические ресурсы, отрендерить нашу первоначальную страницу за самое короткое время, потом прикэшировать все оставшиеся вьюшки, которые у нас есть, и потом, по мере того, как мы пользуемся приложением, лениво подгрузить все оставшиеся части. То есть мы наше время загрузки распределяем во времени. Любое прогрессивное приложение, вообще в принципе его приложение состоит из двух частей. Это наша какая-то оболочка статичная и какой-то динамический контент. Как раз-таки я использую схему prpl-паттерна, где мы заходим на индекс HTML, у нас загружается наш shell, наша оболочка, дальше у нас идет распределение, и так как у нас каждая кнопка, каждая, все это, любой элемент, там, карта, ютубовский плеер, это все отдельный веб-компонент, соответственно, они погружаются лениво, тогда, когда нам нужно. Вот то же самое у нас, в принципе, на временной шкале. То есть мы экономим время. Человеку кажется, что приложение открылось быстрее, хотя по сути оно будет грузить то же самое, только размазанного времени. Писать веб-компоненты с нуля тоже, в принципе, имея дело вот именно со всеми этими четырьмя спецификациями, их можно. Ничего сложного в этом нет, но вы просто будете писать чуть больше кода, чем возможно было бы. Поэтому появилась такая библиотека, она появилась еще в 2014 году, называется Polymer. Polymer — это джаваскриптовая библиотека, которая позволяет создавать веб-компоненты переиспользуемые, инкруксулированные, интероперабельные, декларативные, семантические свои собственные HTML-элементы, добавляя поверх стандартного API-веб-компонентов немного сахара и такие фичи, как динамические шаблоны и связывание данных, делая наш код чище, дешевле в использовании и поддержке, а создание сложных приложений легче и более эффективно. Я здесь синим цветом пометил самые важные части, потому что я очень часто слышу, что Polymer, допустим, фреймворк. Polymer не фреймворк, Polymer — это джаваскриптовая библиотека, такая, как, допустим, jQuery. Основные преимущества как раз-таки в переиспользуемости, то есть мы какие-то компоненты можем найти готовые, как мы сделали в стартапе. Мы, в принципе, 80% всех компонентов нашли готовые. То есть нам не нужно было их изобретать самим. Они инкапсулированы. То есть если мы вставляем какую-то кнопку, то мы можем быть уверены, что стили, прописанные в ней, никак не повлияют на родительские документы. В родительском документе прописанные стили никак не повлияют на внутренний. У нас цвет не поедет, то есть у нас ничего, у нас все, в принципе, вот он инкапсулированный, какой-то элемент. Интероперабельное означает то, что раз они поддерживаются именно на уровне браузера, то я могу писать на любом фреймворке, будь то Angular, React, еще что-то, какие-то библиотеки свои собственные, либо просто на ванильном JS, HTML. Я могу вставлять туда веб-компоненты, и они будут работать декларативно, но об этом я уже сказал. Семантический, то, что у нас как раз наследуется от HTML5. Все приложения, по сути, если вы разрабатывали хотя бы два приложения, вы заметили, что они все состоят практически из одних и тех же частей. То есть какие-то менюшки, кнопки и так далее. Когда появился полимер, в этом же году самое значимое событие появился Material Design. Material Design, это такая дизайн-система от Google, которая себя позиционирована как кроссплатформенная. Набор готовых кнопок, движков и так далее, которые вы можете быстро спрототипировать свое приложение. То есть думать только над бизнес-логикой. И полимер поставлялся как раз-таки как библиотека, плюс набор таких компонентов. Плюс они сделали как раз готовый набор полимер Starter Kit, на основе которого мы могли взять и стартануть свое приложение, добавив туда, расширяя его всякими кнопками и так далее. Веб-компоненты, помимо готовых, есть еще официальный сайт веб-компонентов. Это каталог, в котором вы можете найти какие-то готовые компоненты либо публиковать свои собственные компоненты. Вот, допустим, посмотреть документацию на какой-то существующий веб-компонент или какие-то коллекции компонентов, из чего они состоят, посмотреть, какой у них API, какие у них есть атрибуты, какие методы. Сделать свой веб-компонент, допустим, ну здесь мы рассмотрим на примере полимера, но вы вообще можете использовать в принципе любую библиотеку, их большое количество, либо писать их на ванильных спецификациях. По сути, здесь мы импортируем некий класс, как раз базовый полимер элемент, который мы расширяем и регистрируем его как раз в Custom Elements. Это наша спецификация, которая позволяет нам регистрировать новые компоненты. Внутри у нас будет некий кусок темплейта, некий кусок HTML с CSS. И далее внутри у нас есть некий кусок JavaScript. В этом JavaScript у нас, соответственно, мы описываем наши property, которые станут атрибутами, указывая их тип, boolean, string или что это. И делаем, можем, какие-то свои собственные методы. Далее этот веб-компонент мы можем использовать. Если мы его просто вставим, он будет, соответственно, по своему дефолтному значению. Если мы можем ему передать через какой-то атрибут значения, соответственно, он его примет и отрисует. Или мы можем, у нас вот был как раз личный рандом, который меняет у нас имя на рандомное какое-то. Помимо полимера, нужно понимать, что полимер, конечно, довольно уже старая библиотека. Она не единственная. Все движется, вообще, в принципе, в фронт-энде по спирали. То есть есть интересная библиотека от разработчиков Onyx называется Stencil. Кстати, Onyx свой бизнес построил поверх Ордовы. Они вот долгое время работали с ангуларом. Но теперь они пошли в движение в сторону PVA и в сторону веб-компонентов. Вот они представили Stencil. Stencil интересен тем, что в отличие, допустим, от полимера, он не требует... Полимер требует себя как dependency. То есть тянуть везде. Это сколько-то лишних килобайт. А Stencil компилирует сразу вам ваш код в готовый веб-компонент и уже не будет участвовать там как dependency. Можно использовать TypeScript, можно использовать JSX. Я знаю, что большинство из вас очень любят React, и React любят именно за JSX. Но JSX, это, по сути, кто не знает, такая мешанина JavaScript с HTML. он под капотом использует точно так же, как React VirtualDom, и он поддерживает асинхронный рендер. Но все вот эти библиотеки, они интересны, но они не используют по максимуму те возможности, которые нам дает веб сейчас. Поэтому небольшой спойлер, скоро будет Chrome Dev Summit 12-13 ноября. Там разработчики полимера представят инструмент, называющийся EliteHTML, к нему поставляется два еще проекта, один называется EliteElement, базовый класс построенный для создания веб-компонентов, и VA StarterKit, как раз-таки логическое развитие полимера StarterKit. Что это такое? Разработчики полимера догадались до одной интересной фичи. Все мы используем в React, кто пользуется React, функцию render. Она как раз-таки использует этот JSX. Но можно ведь использовать теги template literals, по сути, ту же самую мешанину JavaScript с HTML, но при этом нам не нужно строить виртуальный дом. У нас получается сразу поддержка, все, что нам требуется в браузере, это поддержка E6 и template, в которые поддерживаются с незапамятных времен. И у нас, вы можете посмотреть, на первом примере у нас fetch дергается файлик текстов и рендерится прямо в дом дерева. И самое интересное, что все это даже подсветка синтаксиса будет работать у вас в любом редакторе, потому что это все валидный JavaScript получается. Вы спросите, да, PWA, это все круто, вот там звучал вопрос по поводу базы данных, непонятно, про какие базы данных спрашивался, а что на бэкэнде? Нам нужно же делать приложение. Мы, допустим, где зерно использовали интересный проект, называется Firebase. Firebase это в принципе набор для стартапа очень круто. То есть вы сразу получаете хостинг, базу данных, авторизацию, пуш-уведомления, сторож для данных. По сути, вся база данных представляет из себя такой гигантский JSON-файл, который могут до 10 тысяч одновременно читать, писать в реал-тайме в него. А весь бэкэнд, именно как функция, те, кто знаком, допустим, с AWS Land, они знают. Это вот Cloud Functions. То есть какие-то триггеры, срабатывающие на запись в базу данных, на удаление или редактирование каких-то записей, либо по HTTPS какие-то триггеры. Конечно же, раз мы используем Polymer, нам нужно как-то будет взаимодействовать с этим Firebase. Поэтому есть готовые, нам повезло, на тот момент существовали уже готовые веб-компоненты для интеграции с этим Firebase. Авторизация, допустим, окошко через Google либо других провайдеров вот таким элегантным способом делается декларативно. А запись в базу данных у нас тоже работает. Обратите внимание на двойные фигурные скобки. Это как раз-таки одна из спич Polymer, как раз-таки вот это дата-бидинг двусторонний. То есть мы меняем что-то в поле, оно меняется у нас в базе. Меняется в базе, меняется здесь на экране. Все в реал-тайме. Синхронизируется между разными клиентами. Вы скажете, вот так просто взять и писать в базу данных, то есть, ну, это же не секьюрно. Там тоже все предусмотрено. Помимо нашего JSON-файла есть еще один JSON-файл, называющийся Security Rules, который говорит, когда мы какие ноды можем читать и писать. Веб-компоненты мы можем обернуть по сути любую сущность. Вот, допустим, от Jaxx запрос. Мы можем сделать промежуточный Store в Index.db, куда помещать эти данные. Есть декларативный способ список DOM-repeat повторить какую-то, пробежаться по списку и повторить какую-то сущность в DOM-дереве. Тоже декларативно. Мы можем сделать декларативный роутинг. Он уже, в принципе, реализован. Вообще все примеры, которые есть в презентации, это все реальный код, который работает. Мы можем извращаться дальше, в принципе. Тут надо знать границу, потому что мы в своем проекте дошли, в принципе, до абсолюта, сделав все полностью веб-компонентом. Так делать не надо. Допустим, Media Query CSS, пожалуйста, он вам вернет true или false. MomentJS тоже, пожалуйста. В любой момент, когда вам нужны какие-то даты, вы просто вставляете тег, кидаете в разметку, он у вас работает. Google Analytics, шаблонный код, который вставляется из раза в раз. Все приложение можно целиком построить из веб-компонентов, готовых, визуальных, невизуальных, все будет целиком у вас из веб-компонентов. Плюс более того, все целиком ваше приложение может быть одним большим компонентом. Если вы сделали что-то полезное, допустим, виджет погоды, вы можете сделать эти компоненты, человек кинет в код какой-то один тег, у него отрендерится целое приложение. сделав MVP для где зерно, я стал задумываться, вообще, мы как бы очень сильно сэкономили на том, что мы заюзывали ПВА, за то, что мы заюзывали готовые какие-то компоненты, я стал думать, а что же вообще в принципе мы воспользовались чем-то из опенсорса, что мы даем взамен. И тут я стал задумываться как раз-таки над той вещью, что бывает не только добавление на главный экран, работа оффлайн, это именно доступ к аппаратным возможностям. Я стал задумываться о связке как раз-таки у нас есть получается успешный кейс об этой связке веб-компонентов с прогрессивными приложениями. Я создал коллекцию на веб-компонент, называется Progressive Web Components, где собираю какие-то готовые компоненты, либо разрабатываем свои собственные какие-то компоненты добавляющиеся. Вот, например, если нам нужно получить доступ к камере. То есть у нас есть готовый компонент, обертка перед Media IP, где мы можем сказать, что мы хотим какой-то видео-девайс, какой-то аудио-девайс сформировать некий стрим и этот стрим записать через Media Recorder IP. То есть у нас получится на выходе какой-то некий блок. Этот блок мы с ним потом можем его грузить в базу данных либо куда-то дальше отправлять в другой компонент. Или вот, допустим, мы хотим сделать какое-то приложение с более аппаратными как раз возможностями, допустим, фотоаппарат. Мы хотим сделать так, чтобы это был типа Instagram, который мог сразу фотографировать. Пожалуйста. То есть точно так же берем устройство, берем только поток с камеры, получаем видео-стрим, делаем фото. Это будет блок. Дальше этот блок, мы тоже с ним можем делать что угодно. Мы можем написать какой-то веб-компонент, который, допустим, распознает QR-коды. И он на выходе будет выдавать нам какую-то строку. Допустим, там закодирован URL. Далее мы с этим URL тоже делаем что угодно. У нас есть из доступа к аппаратным возможностям у нас есть интересная такая API, которая позволяет нам определить место, ориентацию нашего устройства в пространстве. То есть оно нам показывает отклонение от начального положения в трехмерном пространстве. Если мы сделаем какой-то отдельный компонент, допустим, кубик на SVG или CSS, мы можем его поворачивать, как раз-таки используя данные. То есть мы можем написать какую-то игрушку простую. Интересной возможностью является, допустим, доступ к NFC. То есть у веба сейчас есть доступ к NFC и мы можем читать, писать данные на NFC-метках. Мы можем получать доступ к Bluetooth, читать какие-то данные, записывать на какие-то игрушки, еще остальное, что поддерживает у нас Bluetooth. Я разработал такой интересный компонент, который сейчас еще в разработке находится, как раз-таки связан с жизненным циклом сервис-воркера. Это довольно неочевидная вещь, но здесь какой-то шаблонный код, который нужно все время копировать, вставлять, знать, как он работает. Здесь это все можно сделать просто обычной оберткой, которая, когда будет происходить у нас соответствующее событие, будет вызываться какой-то описанный метод, функция. Для пуш-уведомлений. Каждый раз, чтобы делать пуш-уведомления, да, Workbox решает какие-то проблемы, связанные с сервис-воркером, но он не решает того шаблонного кода, который нужен для того, чтобы наше приложение получало пуш-уведомления. Пожалуйста, все в декларативном стиле. Интересная возможность в Apple это прием платежей. Каждый сайт реализует это все по-своему, люди не доверяют, падает конверсия и так далее. На помощь приходит Payment Request API. И, соответственно, раз мы заговорили о веб-компонентах, для всего по сути либо есть уже готовый веб-компонент, либо скоро будет. Вы можете просто, допустим, указать методы, которые вы принимаете для приема платежей, там, MasterCard, Visa, Mir, какие типы карт вы принимаете, указать какие-то товары, скидки, которые вы предоставляете, и у вас это заработает. То есть, на самом деле, это стандартная форма браузера, которая будет у вас работать. И она стандартизирована, какие-то карты у вас сохранены внутрь вашего аккаунта в браузер, и все как бы секьюрно и защищенно, все по стандарту. На самом деле, таких API целое множество. У меня, допустим, есть большие планы реализовать как раз-таки под все аппаратные API готовые веб-компоненты, потому что, если вы будете заниматься сборкой прогрессивных веб-приложений, вам будет очень удобно, если вы просто накидаете каких-то тэпов, вы даже не знаете, как устроены эти API, и вы получите все эти классные фичи. Кто из вас использовал GraphQL хоть раз? Хорошо. Я говорил про декларативность. Декларативность очень крутая штука, и когда мы стали упираться в Firebase, я сказал, что очень хорошая платформа для старта, но когда у вас растут бизнес-потребности, вы начинаете упираться в его ограничения. То есть Firebase, допустим, не может вернуть данные в обратной порядке, он не может отсортировать их более чем по одному ключу. Это вообще в принципе vendor log. Я стал искать решение, и чисто случайно в это время я нашел такую штуку в интернете, которая называется GraphQL. Для тех, кто не знает, GraphQL это такой способ декларативно показать, какие данные нам нужны, то есть показать только ключи и их вложенность того уровня, как они нам нужны. Причем я могу указать всякие ограничения, допустим, в этом примере мне нужны все посты, где title или контент содержит некую перемен поиска, отсортировать их в обратном порядке и еще и споджинаться, то есть с определенного места взять 50. При этом я хочу сразу же получить информацию об авторах этого поста и так, чтобы этот автор был еще и один. Я отправляю этот запрос просто через скетч и мне прилетает с бэкэнда некий ответ. Для фронтенд разработчика GraphQL это просто серебряная пуля. Потому что здесь нам нужно понимать, что у фронтендщика развязанных рук он может запрашивать те данные, которые ему нужны, даже если это заранее непредсказуемо. Для стартапа это важно, потому что здесь бизнес-требования могут меняться очень часто. Вы скажете, но это же все-таки какая-то некая нагрузка, ну, графQL написать на бэкэнде значит нужно. Мы разгрузили фронтенд, мы загрузили бэкэнды. Здесь я тоже чисто случайно обнаружил проект, который называется призма. Это по сути такое прокси, которое из нашей базы делает реалтайм GraphQL API. То есть мы обучаем его в принципе как взять каждое конкретное поле, а он нам может их соответственно генерировать и собирать. То есть нам не нужно руками писать какие-то SQL запросы, они у нас пишутся автоматом. То есть в GraphQL у нас есть некая схема, где мы декларативно опять-таки описываем какие поля у нас есть, какого они типа и так далее. И он им генерирует структуру нашей базы данных. У этой призмы есть соответственно такой же графический интерфейс, как у Firebase. При этом нужно сказать, что призма это опенсорное решение, то есть вы можете развернуть его у себя, пользоваться GraphQL. Соответственно GraphQL его в принципе изобрела Facebook и продвигает Facebook вместе с React, они хорошо интегрируются, но мы-то используем полимер. Соответственно нужно как-то выходить из этой ситуации. И я нашел готовые компоненты, которые немного доработал, они вот доступны по ссылке, которые позволяют нам интегрировать полимер с GraphQL. Как раз-таки готовый компонент, в котором я передаю. Вот допустим у нас есть subscription real-time, я могу запросить допустим все посты, которые изменялись, обновлялись либо удалялись. Соответственно узнать, какие поля поменялись. Я получаю тот самый JSON, который спрашивал. вы скажете, вот то же самое, что с Firebase, что просто так взял и дал доступ к своей базе. Нет, на самом деле здесь тоже есть свой механизм разграничения прав, который декларативно нам описывает, какого типа должны быть данные, сколько внутри массива, каких элементов, кто вообще с какой может читать, писать данные. Все это делается чисто декларативно, очень удобно. Для самых ленивых есть даже целые CMS, в которых я драг-н-дропом накидываю какие-то конкретные элементы, и у меня получается целый полноценный бэкэнд. То есть контентчик может обойтись в принципе на какой-то начальном уровне без бэкэнда. Когда-то были в свое время модные конструкторы сайтов. И с веб-компонентами эти конструкторы сайтов приобретают новый смысл. Вы можете драг-н-дропом накидать целое прогрессивное веб-приложение из тегов, и оно будет у вас работать. Теги могут быть, еще раз повторю, что визуальные, то есть не ограничивайтесь только какими-то кубиками, кнопочками, движками, слайдерами, менюшками и так далее. Это могут быть доступны на каппаратные фичи. Веб-компоненты, вы скажете, да, вот, пришел чувак, рассказывает какие-то вещи, кто их использует. Веб-компоненты используются и в дикой природе, как бы вот тот же самый YouTube, который вы запускаете из раза в раз, да, довольно часто большинство из вас, я уверен, он построен целиком на веб-компонентах. Каждая кнопка, каждый слайдер, менюшка, все это отдельный веб-компонент. Внутрянка Хрома и Хром УС полностью тоже построены на веб-компонентах, то есть те приложения, которые в Хром УС, построены на веб-компонентах. Кто из вас пользовался, допустим, AMP-страницами и писал их сам, он писал их из каких-то тегов, да, эти теги на самом деле являются веб-компонентами. Просто вам об этом никто не говорил. Если мы смотрим вообще в принципе в какое-то еще дальше будущее, да, где я сказал, что есть там виртуальная реальность, то есть классный фреймворк от Mozilla, который позволяет нам делать приложения для виртуальной реальности из вот таких вот тегов, из веб-компонентов. То есть у нас есть какая-то сцена, есть какая-то коробка, сфера, цилиндр, какая-то плоскость и небо, которые мы указываем, соответственно, мы их конфигурируем, какого цвета, формы, поворота и так далее не будут. И он нам от 3D это все в готового приложения. То есть вот это все, 3D-сцена для ушков виртуальной реальности уложилась вот в этот маленький код. И соответственно, если мы говорим о каких-то визуальных конструкторах, то такие визуальные конструкторы могут быть не только двухмерными, но и для виртуальной реальности. Вот, пожалуйста, те же самые разработчики AFrame создали специальный визуальный конструктор для моделирования 3D-сцен. из этих готовых веб-компонентов. Подведение итогов я хотел бы сказать, что на самом деле сами по себе прогрессивные веб-приложения это, конечно, круто. Сами по себе веб-компоненты это круто. GraphQL. Но самую гремучую смесь вы можете получить только тогда, когда вы будете использовать это все вместе в связке. Если тут надо понять, что, допустим, у нас опыт такой, что мы могли себе позволить разработать это все с нуля. Но нам нужно понимать, что если у вас большая компания со своим уже наработанным Legacy-кодом, вы можете постепенно переходить на все эти современные технологии, потихоньку втягивая их в проект. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Спасибо огромное. Просто, кажется, ты упомянул все самые новые вещи, что есть только в вебе. В общем, супер. Самое интересное, что мы и в продакшене используем. Это вообще фантастика. Ждем трехмерное где зерно для виртуальной реальности. Вопрос, который победил с большим отрывом. Где взять такую толстовку? Такие толстовки, в принципе, вы можете изготовить сами, либо если у вас есть, как это сделал я, либо если у вас есть какой-то комьюнити. На самом деле, просто идея весь этот логотип, он был в Slack, в Polymerie. Есть, в принципе, люди, которые занимаются, ну, магазины зарубежные, которые торгуют этими толстовками. Если вы разрабатываете на каких-то технологиях, может быть, абсолютно любой логотип. Все отлично. Так, про безопасность и про безопасность тут есть прямо несколько даже вопросов. Ну, во-первых, давай про GraphQL. Что это за такая серебряная пуля, где вся безопасность на Client-сайте? Как вообще там все это разводится? Безопасность не на Client-сайте. И то, что я показывал в схеме, схема описывается у вас на бэк-энде. Это не на фронт-энде делается. То есть вы описываете свои ограничения, и когда вы с фронт-энда будете пытаться считать какие-то поля, допустим, у вас вложенным, то есть у вас есть три уровня вложенности, да, и где-то на втором уровне вложенности у вас нет разрешения на чтение этого поля, соответственно, на всех дальше вложенностях у вас его соответственно не будет. Поэтому тут вопрос именно некорректно скрублирован, это не на Client-сайте делается. Окей. Был вопрос про веб-компоненты или полимеры. В общем, у тебя сейчас отличная возможность рассказать, как это все взаимосвязано. Есть полимер, есть веб-компоненты. Буквально просто. В свое время, когда появлялся полимер, веб-компоненты, это же набор, как я уже говорил, четырех спецификаций, они еще не были реализованы в браузерах. Но чтобы стартануть этот процесс, Google как раз-таки сделал библиотеку, когда вы могли прямо в то время уже начать их использовать в продакшене. Они сами использовали его в продакшене в своих продуктах. Это просто библиотека, помогающая писать чуть меньше кода. Это сахар над существующей спецификацией. Сейчас с ростом, когда это все стало поддерживаться, количество браузеров стало больше поддерживать, от полимера не осталось ничего. Если вы посмотрите, я вам сейчас рассказывал про полимер, как раз-таки на саммите скажут, что полимер депликейт. Все. То есть дальше т.е. остались только нативные компоненты, которые сейчас будут буквально 23 октября поддерживаться во всех браузерах. Там где-то остались полифилы, но в целом полимер больше не нужен. Ну, короче говоря, полимер — это полифил для веб-компонентов, нужда в котором вот-вот отпадет. Ну, это как jQuery для компонентов. Окей. Давайте последний вопрос отсюда и из зал может быть возьмем парочку. Что с защитой от фродов в Payment Request API? Опять же про безопасность. Там на самом деле, чтобы его реализовать, вот именно так, как оно было нарисовано на слайде, вам нужно PCI DSS пройти. То есть на самом деле это довольно кропотливая, муторная, такая бюрократическая проверка, в которой проверяется вообще безопасность вашего приложения. то есть вы получаете на бэкэнде некий токен, этот токен управляется на клиент и так далее. То есть там на самом деле все безопасно, все шифруется по государственным стандартам, это поддерживает Visa, крупный там Google Play и прочее. То есть с безопасностью здесь все ок. Руки. Спасибо за доклад. Как у вас в итоге это же получилось? Вы написали приложение на PVA, запаковали его в кордову и распространяете через стор? Да. Мы сначала сделали ставку вообще на прогрессивное приложение, потому что я обсмотрелся этих всех конференций, на которых рассказывал, что это все круто, что это все работает, но мы столкнулись прямо с суровой реальностью, что на самом деле наша аудитория, не везде так, наша аудитория это водители, ездившие, водители Камазов, ездившие с андроидами, четвертым, у которых WebView не поддерживает там все современные технологии, они не знают, то есть когда у нас работал колл-центр и говорил, что вам не нужно приложение, они спрашивают, где приложение? То есть нужно было их отправлять куда-то. То есть они привыкли в App Store. Когда мы просто упаковали это приложение в App Store, у нас случился бурный рост, то есть у нас случился взрыв посещаемости, потому что люди просто привыкли, это инертность, это не значит, что это круто, но люди к этому привыкли. И я уже сказал, что никто не заставляет, никто и не запрещает так делать. И работает это в принципе так же. То есть нужно понимать, что не всех современных устройствах просто нет. Но в скором времени мы это победим. А обновляйте вы как? Тоже через App Store выкатруете? Если мы обновляем именно вот, у нас идея в том, что допустим прогрессивное приложение, оно обновляется автоматом. У нас есть сервис-воркер, сервис-воркер по крайней мере раз в сутки все равно будет перегрешировать то, что вы заливаете на хостинг. А для Store нам приходится упаковать, потому что здесь как раз-таки получается тот самый оффлайн режим, потому что вся статика лежит внутри вот этого zip-архива, который есть в самом приложении. Еще вопросы? Ну и паковали мы как раз-таки потому что нам нужна была background geolocation еще, а он в вебе еще пока не поддерживается. Хотя ведутся разработки как раз-таки generic сенсора и там есть geolocation, который будет работать в сервис-воркер. А у меня вопрос, что относительно размеров приложения готового? Ну, если в Ionic вы скопилируете, у вас какой-то свой размер приложения будет? И что в итоге легче по весу? Смотри, если ты спрашиваешь, про приложение про размер твоего ПВА, то тут, соответственно, это размер твоего ПВА. То есть ты не обязательно тебе в сервис-воркерах кэшировать все свои вьюшки. Ты в Ionic я уже сказал, что ты можешь закэшировать только какой-то критичный, часть, все остальное ты можешь на него подгружать, если есть сеть. То есть у нас есть, допустим, какой-то магазин, есть какие-то разделы, ты какие-то заходил, ты там прокачал контент, а в какие-то разделы ты не переходил, человек заехал в туннель, он в тех контентах получает какой-то бейсхолдер. Если мы наше ПВА пакуем в кордову, соответственно, кордово где-то плюс от 3 до 5 мегабайт на разных устройствах андроидовских добавляет. Но сам вот, допустим, когда мы веб-апк делаем, там я уже сказал, размер очень маленький. Это по сути ярлык, а весь движок, он сам в браузере находится. Либо используются системы, которые тоже обновляются отдельно. Давайте посмотрим. Правильно ли я понимаю, что все идет к тому, что веб-разработчики, в том виде, в котором они сейчас существуют, будут не нужны. Это все будет разделяться на тех, кто будет делать веб-компоненты. Это как в Икеа, те, кто будет производить собственно компоненты. И на простых работях, которые просто собрали стол, дали все другую. Отличный вопрос. Я просто слышал на разных конференциях все время спрашивают, а что дизайнеры будут не нужны, а что как бы дистальщики будут не нужны. Да, тут идет упрощение. Но для того, чтобы собрать приложение из готовых веб-компонентов, да, я, возможно, тоже сгрешил тем, что сказал, что все волшебно. Веб-компоненты в готовом виде, который именно под ваши бизнес-задачи. Если у вас не какие-то специфичные задачи, вам подойдет готовый компонент. Если у вас что-то специфичное, вам придется веб-компонент допиливать под себя. Вам нужно знать, как их правильно стыковать, как настроить поток данных, то есть вот этот двухсторонний, односторонний биндинг, чтобы у вас все нормально, корректно работало. Как распределить это все по вьюшкам, грузить, то есть чтобы у вас это все работало, за минимальное время грузилось. Тот же самый PRPL-паттерн. То есть и работа останется. То есть тут переживать не за что на самом деле. Станет просто легче, мы просто на новый, более абстрактный уровень выходим, играясь там с какими-то компонентами. Но в целом программирование никуда не делось. И знать, как оно все устроено внутри, до уровня, как это рендерит браузер, то есть это обязательно. Я могу только сказать, что работы будет только больше. Так что не переживайте. Хорошо, тогда у меня есть вопрос к залу. Ну что, мы с Алексеем убедили вас хотя бы попробовать прогрессивное веб-приложение. Ура! Спасибо огромное. Увидимся через 10 минут.